Приветствую вас. Ключевой момент, Мария, он отличается в том, что вы берете всю вину за ту ситуацию, которая произошла между вами, на себя. Что является ошибкой, потому что семья, эта система выстраивает несколько элементов, в данном случае вы и ваш муж, соответственно, за то, что между вами происходило, соответственно, вы оба. Именно по той причине, что вы берете на себя всю ответственность за произошедшее, ваш муж, собственно, и обвиняет вас, потому что у него ответственности в свою очередь никакой. И здесь мы сталкиваемся с, во-первых, созависимым поведением и созависимыми отношениями, где вы находитесь в роли жертвы-спасителя, мужчины находятся в роли преследователя-жертвы. Подробнее об этом вы можете почитать с треугольника Карпмана, я полагаю, там, в принципе, все довольно доступно и понятно вам будет изложено. Вот, и... Вот это первый момент, что вы принимаете всю ответственность на себя, всю вину на себя. Здесь угадывается проблема личной границы, когда вы не отделяете себя у другого человека, и, соответственно, другой человек начинает вести себя так, как вы ему рекомендуете, по сути, как вы его соблазняете, а именно обижать и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Хотя такое поведение абсолютно и полностью неприемлемо. Следующий момент, помимо ограничения ответственности и, скажем так, выражения тех мотивов, которые лежат в основе такого вашего поведения, заключается в том, что вы хотите вернуть его противоотношение к себе. При этом считаете, что это самое противоотношение к себе можно вымолить, можно выпросить, можно как-то вырвать у него. На самом деле это не так. Потому что отношения его к вам обусловлены ровным счетом вашего поведения и тем, как вы относитесь сами к себе. Иными словами, если относитесь к себе вот так, то есть берете на себя всю ответственность, то и муж будет относиться к вам так, как он относится. А именно, слух. Если хотите, чтобы отношения вернулись в русло, начинать нужно с себя. А именно, скорректирование своего собственного поведения. С выравнивание своей собственной линии поведения. С взятия на себя только вашей ответственности за то, что произошло. С передачей мужу той части ответственности, которая лежит за нем. Вот. То есть это его выбор. Там, как-то, реагировать и обижаться на то, что вы ему сказали. Это его выбор, что он, будучи мужчиной, принимает ваши слова, как женщины. Для себя серьезно. Хотя, мужчина и женщина, они на то и разные, что женщина более эмоциональна, а мужчина более спокоен, более рационален, рационалистичен. И за счет этого мужчина и женщина друг друга взаимодополняют. А здесь получается, что эмоциональность вашего мужчина просто-напросто берет и отвечает зеркально. Ну, тем самым он становится, по сути, женщиной. Из-за чего вы и начинаете технически ссориться. Почему я сказал технически ссориться? Потому что технически это означает просто, вот как если бы мы под микроскопом рассмотрели те процессы, которые происходят во время ссоры. Но технически, то есть объективно, это, естественно, не одна сторона. Помимо объективной стороны, существует еще и субъективная сторона. То есть сторона выбора. И вот здесь очень важно понять, почему когда мужчина лежал в больнице, вы с ним ссорились. Ссоры были как по вашей, так и по его инициативе. И если его инициатива нас не интересует, то ваша инициатива ссор вполне себе интересна. Потому что вы обращаетесь к нам за помощью. Вот и давайте поисследуем, какой вклад в эти ссоры и почему вы насилие. Кроме того, обязательно изучите психологическую игру скандалов, которая также подробно описана в интернете. Чтобы понять, почему супруги и люди вообще ссорятся. После чего, все причины, которые пораждают ссору или скандал, необходимо разобрать, исследовать и помочь вам это все откорректировать. Так, чтобы в будущем подобные истории не возникали. Далее, необходимо научиться конструктивным моделям общения. Например, техники я-сообщения. Когда вы выращаете неким образом, особым образом то, что вас волнует. Для того, чтобы эффективно это делать, желательно поверить в то, что вы говорите, если вы будете декларировать какие-то вещи, то, к сожалению, неуверенность в вашем голосе относительно того, что вы декларируете, будет воспринята партнером как возможность к вам не прислушаться. Только если партнер будет уверен в том, что у него нет выбора, кроме как прислушаться к вам, все это сработает. Оно очень необходимо поработать с вашей самооценкой и вашей уверенностью в себе. По мнениям которых у меня возникло тот момент, когда я прочитал, что вы хотите вернуть отношения мужей, интересно зачем, и что вы берете всю вину на себя. Это у нас, соответственно, подавленная агрессия, ваша агрессия, которая связана с тем, что вы себя недозащищаете в отношениях. Если уж совсем глубоко копать, то можно предположить, повторюсь, только предположить, что у вас некая статистическая позиция, то есть выстремились в том, что вас наказывали, ругали, так вы чувствуете себя, да, плохо, но, по крайней мере, привычно спокойно. Ну, как иначе объяснить, что вы, в ответ на откровенно деструктивное поведение своего мужа, в общем-то, по сути, терпите, по сути, хотите все вернуть, и по сути, считаете, что он ведет себя по отношению к вам заслуженность. Теперь вы приготовились, очевидно, свою вину искупать. Ну вот, а теперь, когда мы это сказали, просто задайте себе вопрос. Если вы начинаете своими действиями и действиями искупать вину, какой смысл, какой резон в машине, да и любому человеку что-то менять? Человек, искупающий вину, человек, виноватый лично передо мной, и человек, делающий все для того, чтобы чувство вины искупить, очень удобен, полезен, но, вместе с тем, абсолютно недоценен. Нельзя уважать человека, который во всем себя винит. Нельзя относиться к равному, как к равному, к тому, кто считает себя виноватым. Ведь вы же именно таких отношений хотите, равных, ценностных. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...